Городок Хм-хм-хм Что ты ройся, что ты копаешься уже полчаса? Или мы сейчас пойдем на эту охоту, или я вообще пошлю на эту охоту? В чертовой матери! Да мне не видно, там он или нет. Ну... Кто он? Ну как его... Я его под кровать положил. А сейчас вроде вообще ничего нету. Но ничего не видно. Что ты пянишь туда? Если что не видно, полчаса ты туда пянишь? Что у тебя рублю там посарить? Безрукое существо! Ну ладно, вроде нашел что-то! Да нет, это не может быть, не он. Вот это он. Я стулу под кровать положу. Настя, а вот действительно есть все для охоты? Абсолютно все. Оружие всех видов, патроны всех калибров. Есть специальное оружие для охоты на слонов, тигров, крокодилов. Я не знаю. А вот как я буду на них охотиться в темноте? На кого охотиться? А вот, ну, там, на крокодилов. А, для ночной охоты? Ну, а для ночной охоты у нас есть, вот, пожалуйста, приборы ночного видения. Ага. Есть прекрасные охотничьи костюмы, непромокаемые сапоги. Будете у них так совершенно бесшумно подкрадываться, как в тапочках. А вот у вас есть вот это вот, чтобы вот как бы бесшумно вот что? Ну, не как в тапочках, а вот в тапочках. Тапочки есть у вас? Домашний тап? Ну, да, вот что-нибудь. Ну, я посмотрю сейчас, я не знаю. Да, вот, есть случайно. Пожалуйста. Все, на этом остановимся, я в порядке. Как, как все? А ружье, патроны, дровь, как? Зачем? Ну, как, вы же, вероятно, охотиться? Я и так, голыми руками, гады. Крокодилов? Почему крокодилов? Я сегодня ночью буду охотиться на клопов. Я гадов! Вот так, подожди! Сюда? Да, да. Ну, и как чудно у вас здесь, как мило. Спасибо вам огромное за это ваше приглашение на обед. Я ведь, признаться, безумно голоден. А я ведь много слышал о вас, как об очень добром, щедром и хлебосойном человеке, удивительном кулинарии и потрясающем охотнике. Охотники! Ну, что вы! Ну, если без ложной скромности, если без ложной, я ведь не просто охотник. А кто? Например, с помощью вот этого вот ружья. Ружья! Пух! Вот, не больно. Пух! Попал! Я и добыл все вот эти вот трофеи. Поразительно! И главное, никакого ущерба для живой природы. Абсолютно! Ну, и я рад, что вы меня поддерживаете. Но, как говорится, соловья баснями не кормят. Прошу к столу! Благодарю! Жена! Жена! Встречай мужа с трофеями! Что принес-то? Лося молодого подстрелил. Ай! Утско! Замучила меня эта утка. Пол дороги крякала. Ну, все. Больше и не крякает. Какая утка? Это же ворона. Ма! И не крякает, потому что дохлая. А вот это номер. Что-то я смотрю, у меня и лось в Польше. Маком не ругается. Ой! Ма! 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 Тьфу на тебя! Тьфу на тебя! Ты дурак ты! Дурак ты! Вот ты дурак! Я ж тебя за медведя принял, мужик! Да! Зеваю все время. Жена у меня молодая. Ни днем, ни ночью в покое не дает. Ух! Вот решил денек отдохнуть. Хотя, какой из меня охотник? Ну, давай. Возьму тебя на охоту с собой. Проведешь денек, как избушка на курьих ножках. Как это? Очень просто. К жене задом. К лесу передом. Ха-ха-ха! Городок. К лесу передом. Ты смотри. Цветы еще есть. О, какой красивый. Зачем же ты его сорвал? А я про жену свою вспомнил. А что? А я как про нее вспомню, мне сразу рвать хочется. Ай! Здорово. Че ты приперся с пустыми руками? Че ты приперся с пустыми руками, а? Я знала, что ты забудешь. Что с пустыми руками? Скотина, я с тобой 20 лет живу с уродом. Че ты опять с пустыми руками приперся? А че ты орешь? Че ты сам орешь? Че ты сам орешь? Че ты орешь? Че ты орешь? Че ты орешь 20 лет? А не живешь 20 лет? Ты где орешь? Че ты орешь? Рот закрой свой. Че ты орешь? Че ты орешь? Что у меня должно быть в руках? Я не понял, что я должен нести? Что? Цветы. Цветы. Цветы, урод. Цветы, дубина. У меня день рождения. Ах, день рождения у тебя. Ну, раз в жизни ты мне цветы принес. Цветы. Раз в жизни? Да. Че ты орешь опять? Че ты орешь раз в жизни? Не орешь. Получи свои цветы раз в жизни. И не ори на меня больше никогда. Поделай меня, дура. Ну, ты че отсюда? Орешь ты меня все время. Надоело. На, такие цветы точно раз в жизни дарят. Стоп. Это место я вообще стороной обхожу. Там сплошные капканы. Наш лесник с тех пор, как овдовел, вообще озверел. На прошлой неделе он вон там медведицу завалил. Да, тяжело мужику без жены. 己���имы на ноги на медведицу. Барьер! Голдура! Замой, за мной. Замой, за мной, за мной! Пахнуй! Прошу, прошу. Почему такой шум? Благодарю вас. Почему так шумно? Ну, естественно, мы спросили, отработали. Фрозия? Поздравим, Виктор Викторович. С чем поздравляю? Я не понимаю ничего. Вчера отмечали. Что отмечали? Вы же у нас со вчерашнего дня засракули. Какой засракуль? Заслуженный работник культуры Виктор Викторович Селедкин? Ай, красот. Я не помню. Слушай, не помню. Не помню. Вчера отмечали. Потрясающе. Сначала мы пили за вас. Так. Потом вы пили за нас. И после того, как вы выпили за каждого из нас в отдельности, вы пошли поздравлять зверей. Да? Потрясающе. Я не помню ничего. Слушай, здесь шумно. Естественно, мы спросили, отработали, зал тонет. Ха-ха-ха. Пойдем отсюда. Кося, домой. Это было потрясающе. Как же вы не помните? Я не помню. Я ничего не помню. Абсолютный провал. Кстати, о животных. Надо что-то делать с кабаном. С кабаном надо что-то делать. У него же начался период гона. Ну, стыдно, как животное мучается, страдает. Ой, вообще на него стыдно смотреть. У нас же детские представления. Я не требую привезти дикую кабаниху. Но можно же из подшеркного хозяйства найти ему какую-то крупную, хорошую свинью. Ну? А то уж невозможно. Он же орет целыми днями. Он же орет все время. Кстати, а почему именно его сейчас не слышно, а? Так, а уже, собственно говоря, не надо, Викторик. А почему не надо? Что случилось? Ну, вы же сейчас напились. Ну, что? Так вы же не просто напились. Вы напились именно как свинья. Главное в нашей охоте знаешь что? Что? Чтоб нас этот лесник долбанный не застухал. Почему? Ну, он же у нас еще и любитель природы. Чучела он делает для краеведческого музея. Создает гад-диораму. Добыча настоящего охотника. Что у него там только нет? Чучела лося, медведь есть. Чучела куропатки, черт знает что. На здоровье, а мы здесь при чем? А при том, он говорит, что ему теперь только чучела охотника и не хватает. Эй, мужики! Ноги! Верни, Саш. Раз. Два. Три. 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 Раз. Два. Три. Это мой. Граждане А, приготовьте билетики. А, для контроля. Художник-олигарх. Борис Абрамович контролирует 33% общественного транспорта. Не знаю, как для тебя, а для меня, друг, прости за красивые слова. Охота. Это прежде всего общение с природой. Деревья. Птички, лисички, мелочки, зайчики. Душа поет. Так бы взял их всех и перестрелял. Нафиг. Ужас. Ужас. Ходится здесь. Ну и правильно. Вы не могу, здесь хорошее место. Чего мне волноваться? Пусть контора волнуется. Знаешь, сколько вам бабок отвалил? Ты, стало быть, кто? Я егерь. Смотри мне егерь. Чтоб все было по прескуранту за оказанные услуги. Угу. Что мы имеем? Так. За питание по классу люкс 250 долларов. Что это за питание? Ну вот хлеб, соль. Ха-ха. Ну хорошо. Будем считать, чтоб было. За белку 50 долларов. Где эта белка? Белка. Белка. Опа-на. Ха-ха-ха. Немало у вас больше белки. А? Так. За Тетерева 70 долларов. Где Тетерев? Сейчас, сейчас. Тетерев. О. Нету Тетерева. Так, за волка 300 долларов. Где волк? Волчара. Волчара, где за 300 долларов? Да все, что в списке, все будет. Мы взять денег не берем. Сейчас. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Вот он. 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 Оп. Ха-ха-ха. Нам не страшен серый волк. Ха-ха-ха. Так. А ты, стало быть, егерь? Я егерь. Егерь? Ну, становись егерь вон туда. Давай. А зачем? А вот написано. За егеря 1000 долларов. А-а-а-а. А-а-а. 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 Ну, давай. Не пора ли нам перекусить? Это всегда пора. Ну, что нам у нас сегодня на обед? То есть, у меня только хлеб. Но хлеб, как говорится, он всего голова. А у меня вот только яйца. Доставай. Но яйца, они, как говорится, всему. Короче, все, что надо нормальному мужику у нас с собой есть. Сейчас бы бутылочку беленькой будет. Я ведь беленькой у меня нет. А вот бутылочка красненького найдется. О! Что это? Кетчуп Балтимор. Лучшая красненькая к обеду. А-а-а! Компания Балтимор. Наш томатный спонсор. Реклама. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Я очень люблю покушать. Я очень люблю покушать. Больше всего. Больше всего. Куринные кубики. Я люблю куриные кубики. Я их сам делаю. Я их сам делаю. Я беру целую курицу. Я беру целую курицу. И делаю из нее кубик. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Куры-ка, курица в кубе? Ха-ха! Это три курицы! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вообще-то я же хотел на охоту дружбана своего взять! Ну и вот телевизор на аркане не оттащишь! Целый день одни боевики смотрят! Боевики терпеть не могут! Ну я тоже! Одни драки и стрельба смотреть противно! Я вообще считаю, что кто любит одну стрельбу Полный идиот! Я правильно считаю? Да полный идиот! Не пилы! Конечно! Тихо! Водки! Давай! Да! Кино! О май гад! Фонтанка! 26! Модафака! ТВ Кто там? Это есть я. Ваш любимый дядя Федя из Воронежа! Меня зовут И ante до Воронежа! Пришел продавать слаганский шкаф. Ну, слава богу. Ну, где ты? Я истин. Ой, извини. Заходи. Тихо. Куда? Куда? Ну, старик, где карты генштаба? Сначала, извините, пароль. С пароль, все окей. Знаменитый русский бдительность. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Ну, давай. Давай, давай, старик, продавай родина. Значит так. Карты генштаба. Не получилось. Коды сейфовые. Заминка. Опять заминка. Целый год один заминка. Это есть очень плохая работа. Значит так. Вы не добиваете информацию. Вы не поставляете нам донесения. Мы не платим деньги. Окей? Окей. Я хочу через месяц приходить наш человек. Вы ему давать информацию. Готов? Всегда готов. Деньги они не платить. Информацию им подавать. Конечно, для них басурманов 100 долларов не деньги. А вот для нас, пенсионеров, 100 долларов в месяц в самый раз. Реклама. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Меня зовут Модест. Я очень люблю покушать. Раньше я больше всего любил куриные кубики. Но в последнее время я вынужден на всём экономить. Поэтому вместо куриных кубиков я добавляю в еду козьи шарики. Шарики, шарики, шарики. Понюхайте, понюхайте. Понюхайте родницу. Понюхайте разницу. Да, понюхайте. Это какой разница? Никакой разницы. А зачем же платить больше? Зачем же платить больше? Куриные кубики. Куриные кубики. У кого не хватает? Для тех, у кого не хватает шариков. Для охоты на уток используют подсадных уток. А для охоты на людей используют подсадных попугайев. Дам говорящую попугаю в хорошие руки, бесплатно. Да. Он ещё предсказывает. Что вам интересно вообще в жизни вызвать? Расскажи мне что-нибудь про меня. Тебя будет новый муж. Новый муж у меня будет? Березовский, Березовский. Он мне сказал, что у меня будет новый муж, звать его будет Березовский. А ты хочешь полетать? Можно улететь. Можно улететь. В Америку, в Америку, в Америку. Он разговаривает. Я говорю, ты хочешь улететь? Он говорит, улететь, улететь в Америку. Кто? Он разговаривает. Ты представляешь? Вот это да. Ты хочешь в Америку? А ты хочешь в Америку? Ты хочешь сама в Америку? Нет, я в Америку-то не хочу. Я во Францию хочу. Хорошенький, скажи что-нибудь. Пойдешь к нам, а? К нам жить пойдешь? Ну, говори, пойдешь? Какая пенсия? Какая пенсия? Какая пенсия? Ну, пенсия тебе хватит кушать. Новый русский, новый русский. Мы нормальные люди, не новые русские. Мы хорошие русские. Пойдешь ко мне? Телевизор, телевизор. У меня есть телевизор. Ой, какой, какой. Какой? Какой? Орион. Корея, Корея, Корея. Чего? Не трогай нас японский, он только такой. Какой-то ты, значит, ненормальный, я считаю. Как тебя зовут, мальчик? Татьяна Миткова. Татьяна Миткова. Ну, он телевизор слушал, и все будет. Прокладки, парочки, пользуйтесь контрацептивами. Прокладки, прокладки, прокладки. Чернов, и сколочи, подонки однозначно. Всем тордец. Обваловля. Обваловля. Доллар, сорок, обли. Доллар, сорок, обли. Как тебя зовут? В больнице, Киселёв. Умница какой. Кто-то его научил говорить. Телевизор. Послесловие. Вот и все. Опять мы к лесу задом. А ты к жене передом. Вот так вот поохотились. Считай, повезло. А что ж повезло? Никого ж не подстрелили. Сегодня мы никого не подстрелили. Нас никто не подстрелил. В наше время, считай, повезло. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома. Где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят гости. Где нет зависти и злости. Милый дом. Где рождение справляют. И навеки провожают. Всем двором. Лишь во сне приходят лиц. Не узнать и половины ярок свет. Вот прошел почтовый ящик. Открываю две газеты. Письм нет. Я просто вернуться. Пока-пись. Субтитры подогнал «Симон»